Общественная палата Карачао-Черкесии провела выездной мониторинг в одной из школ республики. Тема – горячее питание. На этот раз они посетили учебное заведение в поселке Кавказском Прикубанского района. Что сегодня подают на стол школьникам, подробнее расскажет Карча Беджеев. Котлеты с пюре, свекольный салат и самое немаловажное в меню – суп. Первый прием пищи ребенок получает дома. В школе ученики обеспечиваются горячим питанием в зависимости от режима обучения. Учащиеся получают полноценное питание с учетом сезонности, калорийности, необходимого для нормального роста и развития детей. Так, совсем недавно в общественной палате Карачао-Черкесии прошел круглый стол на тему организации качества питания. А также в связи с ростом цен в стране необходимо проследить, как школы будут решать эти вопросы. Непосредственно на месте мы увидели, что действительно данная документация ведется. Мы увидели, что реальные действительно родители эти есть, что они получают эти продукты питания. Как организовано питание для особенных деток, да, для детей, у которых существуют проблемы со здоровьем. Но в данной школе нам ответили, что таких деток нет на данный момент. Но мы сейчас с представителем района будем обсуждать, как в других школах это происходит. И мы увидим в дальнейшем, когда проедет общественная палата, как решается вопрос в данном направлении. Школа в поселке Кавказский является единственной, где дети, обучаясь на дому, обеспечиваются горячим питанием. Так сказать, сухпайками. Образовательное учреждение учитывает все нюансы. В случае поступления ученика с хроническими заболеваниями, заранее проконсультировавшись с доктором, составляется специальное меню. А родительская общественность ежемесячно проводит контроль. То есть они тоже должны обеспечиваться правом бесплатного горячего питания. Но так как они обучаются на дому, наш директор принял такое решение, что детям раз в месяц выдаются сухпайки. И, наверное, в качестве обмена опытом к нам приехали эти органы, которые хотят посоветовать другим районам тоже перенять эту практику. Работники школы отмечают, что самое главное – сформировать у детей привычку к здоровому питанию и пониманию, что здоровая еда не только полезная, но и вкусная. Что самое вкусное вам дают? Котлеты. Котлеты самые вкусные? А вам каждый день котлету дают? Не, не каждый. Не каждый день? Ну, дают. А что еще дают? Еще дают. А? Больше еще дают? Еще макароны. Еще и макароны дают? И с мясом. И даже с мясом. И нравится? Да. И все-все нравится? Молодец. Я вижу, суп весь съел до конца. Кроме гречки. Кроме гречки? Гречка мне нравится? Но она полезная. Дети – это будущее страны. Общественная палата продолжит работу по контролю за качеством питания в школах и поднимет другие насущие вопросы. Карчабиджиев, Мухаммед Ашибоков. Вести Карачаева, Черкесия. Поселок Кавказский.